Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами снова будем сравнивать товары из магазина FixPrice и Светофор, поговорим об их качестве, а также сравним цены. Свиная тушенка. В основном в Светофоре продается вот такой вариант за 44 рубля. Я такую тушенку покупала, но ничего сверхъестественного в ней не нашла. Ну, можно сказать, что она мне даже не понравилась. В FixPrice тоже продается свиная тушенка. Стоит, правда, 99 рублей и баночка большего объема. И вот покупатели говорят, что эта тушенка неплохого качества. Производитель Старкова. Я, честно говоря, не покупала, врать не буду, но все-таки отзывам своих зрителей доверяю. Печеночные паштеты. Сейчас в Светофоре они представлены в двух вариантах. Это паштеты из печени индейки и из гусиной печени. Баночки маленькие, стоят 21 рубль. Аналогом из FixPrice я хочу предложить вам печеночные паштеты от фирмы Ruscom. Стоят они 27 рублей. И вот именно эти паштеты я сама покупала и пробовала. И они мне понравились. Нет никакой горчинки, посоли тоже все прекрасно сбалансировано. Поэтому лично я отдам предпочтение этому варианту паштета. Давайте немного поговорим об обуви. Обуви в Светофоре бывают очень много. В основном это различные кеды, слепоны, кроссовки. Стоят они в районе 250 рублей плюс-минус. И варианты моделей бывают разные. Со шнурками, без мужские, женские, детские. В принципе, они нормальные. Подобного плана обувь также продается и в FixPrice. Максимальная цена на них, конечно же, 199 рублей. По цене они выигрывают. Ну а по моделям они полностью схожи с теми вариантами, которые представлены именно в Светофоре. Поэтому особой разницы в качестве я не вижу. Но вот цена намного ниже все-таки в FixPrice. Вермишель быстрого приготовления. В Светофоре эта марка Вот Эта Да стоит 5 рублей. Со трубями я покупала, но безумного восторга у меня этого вермишель не вызвало. Не по мне. Слишком уж какой-то специфический вкус. Ну а в FixPrice проверенная марка Роллтон стоит 13 рублей. И предпочтение я все-таки отдам этой фирме. Супы быстрого приготовления с вермишелью в Светофоре стоят 5 рублей за пакетик. В FixPrice тоже есть подобные супы. Стоят они 11 рублей. Ну а по качеству они полностью одинаковые. Вермишель и куча специй. Бисквитные рулеты. Самый дорогой бисквит, который можно найти в Светофоре, это рулеты Яшкина. Стоит 30 рублей. Ну проверено. Качеству я доверяю намного больше, чем рулетам Бомбалео. Аналогом из FixPrice может стать рулет за 25 рублей. Качество такое же. Цена практически одинаковая. Поэтому покупаем там, где удобнее. В плане гелей, кондиционеров для стирки белья. Все-таки я считаю в ценовой политике выигрывает Светофор. Потому что объемы бутылей намного больше и цены намного демократичнее. Но в то же время в FixPrice более-менее проверенные марки. Например, такие как Ласка. И все-таки покупатель склонен доверять именно этим брендам. Ласку я покупала. Мне понравилось. Обладает приятным ароматом. И этот аромат сохраняет достаточное количество времени. А также мне из бюджетных вариантов гелей понравился гель от фирмы Окс. Или как называют Окси. Стоит 99 рублей. Я покупала фиолетовые бутыли. Тоже неплохо справляется со стиркой. И придает свежесть белью. Ну а в Светофоре из бюджетных кондиционеров хочу выделить торговую марку Боникс. Трехлитровые бутыли этого кондиционера стоят 90 рублей. С мамой лично проверяли. Нам понравилось. Если ищете бюджетные, то можете обратить на эту торговую марку. Мое любимое средство для кухни. Это чистящий спрей от фирмы Санитол. В виде спрея. Стоит в Светофоре 40 рублей. Точно такой же формат. Стоит в фикс прайсе 55 рублей. Поэтому я всегда покупаю именно в Светофоре. Ну по крайней мере тогда, когда есть оно в продаже именно в этом магазине. Средство для мытья посуды. Среди самых бюджетных хочу выделить Мистер Дес. Продается в основном в больших бутылях. Неплохое средство для мытья посуды. Обладает умеренным пенообразованием. И справляется с жиром даже в холодной воде. Проверено на собственном опыте. Вполне годная вещь. Еще один вариант бюджетного средства для мытья посуды. Это средство от фирмы Шайн Лайн. Стоит вообще дешево 24 рубля. Но тут конечно качество мытья посуды уже страдает. Потому что гель сильно жидкий. И в холодной воде уже не способен так хорошо отмывать посуду. Как его аналог показанный ранее. В фикс прайсе самым дешевым средством для мытья посуды является средство под названием Селена. Большая бутыль стоит 18 рублей. Но это тоже что-то среднее между вот этим средством Шайн Лайн. Которое я показывала в светофоре. И мистером Дес. Но чистящий порошок сорти все-таки советую покупать в светофоре. 18 рублей против 27 рублей. Именно в фикс прайсе конечно же светофор в этом плане выигрывает. В обоих магазинах в продаже можно найти пятновый водитель Ваниш. В светофоре он стоит 69 рублей. Продается в классической розовой бутылочке. В фикс прайсе стоит он 99 рублей. На 30 рублей дороже. В совсем недавно в магазине светофор появилось настенное зеркало белорусского производителя с дополнительными аксессуарами. В виде полочки, держателей для зубных щеток, крючков и мыльницы. Это зеркало очень хорошего качества. Оно увесистое, красиво смотрится. Аналогом такого зеркала из магазина фикс прайс может служить зеркало за 199 рублей. Тоже оно выполнено из пластика. Конечно, цена в фикс прайсе подешевле, но вот качество значительно уступает. Пластик менее плотный и полка не настолько хорошо на нем держится, чтобы ставить тяжелые предметы. Наборы алмазной вышивки продаются и в том автомагазине, но их полностью сравнивать нельзя, потому что в светофоре это, естественно, большие картины размером 40 на 50 сантиметров, а в фикс прайсе наборы в основном маленькие картинки 30 на 30 сантиметров, либо 35 на 35 сантиметров. Стоят они от 77 до 99 рублей. То есть тут даже и по размерам, и по цене совершенно разные товары. Но что мне хочется отметить, если вы еще никогда не занимались подобным видом рукоделия, то, возможно, стоит купить маленькую картинку в фикс прайсе, попробовать. Если вам этот вид творчества зайдет, то обращайте внимание на полноценные красивые наборы, которые продаются в светофоре. Картина для раскрашивания по номерам в фикс прайсе стоит 199 рублей. По факту представляет из себя картонку с нанесенным контуром и набором красок. В то же время в светофоре наборы стоят 259 рублей, на 60 рублей дороже, но в итоге мы получаем картину большего размера 40 на 50 сантиметров. Например, такого размера продаются сейчас в нашем магазине. И это уже полноценный постер, который натянут на подрамник. И по факту на выходе мы уже имеем полноценную картину, которую сразу можно повесить на стену. А в фикс прайсе все-таки нужно будет постараться еще поискать рамку и как-то оформить это. Зубная паста Локолюд. Обычно универсальная. Стоит 56 рублей. Это маленькая упаковка весом 60 грамм. Аналогом в фикс прайсе может служить зубная паста из серии Herbal Active за 149 рублей. Там чуть флакончик-тюбик побольше, 75 миллилитров. Но, в принципе, по объему они практически схожи. Картофельное пюре быстрого приготовления за 40 рублей от производителя Big Lunch. Такое я покупала именно в светофоре. Мне понравилось, особенно если добавить побольше молока, побольше сливочного масла, то вполне приемлемо. Аналогом из фикс прайса может послужить картофельное пюре за 50 рублей. Вес 300 грамм. Садовые перчатки с когтями. В светофоре в основном они продаются в районе 83-85 рублей в зависимости от партии. Раньше такие перчатки в фикс прайсе стоили по 99 рублей и были дороже. Сейчас же новые привозы стоят по 77 рублей. Молотый натуральный растворимый шиповник. Продается вот в таких красивых упаковках от производителя Fit Align. Отзывы по нему очень хорошие. Многим нравится. Конечно, он не обладает таким насыщенным вкусом, как шиповник свежезаваренный. Сушеный стоит 65 рублей за пакетик светофори. Но в фикс прайсе точно такой же пакет стоит 77 рублей. Рисовая лапша Фоба появилась сейчас в продаже в светофоре. Стоит она 80 рублей. Точно такую же лапшу раньше я покупала за 99 рублей в фикс прайсе. Я это отчетливо помню. Но сейчас появилась новая рисовая лапша. Тоже под названием Фоба. И стоит она 77 рублей. Сейчас покупать выгоднее, конечно, в фикс прайсе. Пластиковые контейнеры с вкладками объемом 6 литров, которые называются MyBox светофори, стоят 99 рублей. Пользуются бешеной популярностью. Действительно, очень удобно в таких контейнерах хранить различные вещи. В фикс прайсе подобного плана контейнеры стоят от 149 рублей до 199. Ящики для инструмента в светофоре можно приобрести по цене 550 рублей. Это ящики большого объема с дополнительными открывающимися секциями с ручкой для переноски. Подобного плана ящички продаются и в фикс прайсе. Но у них размер, конечно, поменьше. Стоит 199 рублей. И все-таки, я считаю, их полноценно сравнивать нельзя. Потому что размер не совсем совпадает. И по функционалу тоже они как бы совершенно разные. Но, по крайней мере, я вам показала тот ассортимент, который имеется в наличии в этих магазинах. Килька черноморская в томате в светофоре стоит 30 рублей. Продается в таких баночках. Подобного плана килька в фикс прайсе стоит 25 рублей. О качестве ничего говорить не буду. Потому что я подобные консервы не употребляю. Мне по душе они не приходятся. Но если вы что-то знаете о этих торговых марках, то, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, оно было для вас хоть капельку полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх. И, пожалуйста, напишите в комментариях, какие товары выгоднее для вас покупать в фикс прайсе или, например, в магазине светофор.